Наверное, в школьные годы многие юноши и девушки участвовали в военно-спортивных играх. Все это лишь малая часть патриотического воспитания. С каждым годом инициатив в этом направлении становится больше. Например, сегодня в Улан-Удэ состоялся муниципальный форум. О том, как воспитать патриотов, расскажет Александр Зуев. На форум приехали представители всех районов Бурятии, даже самых отдаленных. Они представили свои проекты по работе с молодежью. Красная линия нашей площадки – это то, что называется недиванный патриотизм. Когда сегодняшние спикеры рассказывают, что у нас делается в различных областях, в различных сферах касательно патриотического воспитания. Мы, как Министерство образования, рассказываем про те детские движения, которые существуют на сегодняшний день, какие перспективы развития детского движения в Российской Федерации. Кстати, о детских движениях. В Бурятии в них состоят более 50% школьников. Это юноармейцы, казаки и активисты других патриотических клубов. Понимая, что молодежь находится все время в сетях, мы формируем и в том числе видеоконтент разного формата. Это для совсем маленьких ребятишек мы пишем и рисуем сериалы, которые касаются в том числе и кибербезопасности. Также мы еще снимаем такие небольшие художественные короткие метры про ветеранов Великой Отечественной Героев Советского Союза. Для того, чтобы молодежь тоже знали про наших земляков, уроженцев Республики Бурятии, которые стали героями Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Как заметила Татьяна Парпаева, молодежь действительно много времени проводит в интернете. Поэтому немаловажную роль в патриотическом воспитании играют СМИ. Вопрос только в том, как заинтересовать детей и подростков. Чем мы должны заинтересовать подрастающие поколения? Что мы им должны показывать? Чтобы они не смотрели то, о чем говорил Иван и показывал нам наших друзей-подруг из-за рубежа, хорошо прикормленных, сами знаете кем. А говорить о своих людях, еще раз подчеркиваю, о врачах, учителях, спортсменах, художниках, поэтах, земледельцев, животноводов, рабочих. В ближайшее время эти инициативы начнут исполнять. Например, с 1 сентября в каждой школе Бурятии учащиеся будут начинать неделю с поднятия государственного флага.